Добрый вечер на телеканале Ортепланета новости дня в студии Анна Втюрина. Картина событий этой пятницы в материалах моих коллег. А сейчас коротко о главных темах этого выпуска. Новые рабочие места, оборудование по последнему слову техники. В Орске открылся абразивный завод. Две недели народного волнения позади. Воспитатели детских садов Оренбурга не попадут под сокращение. Десять пострадавших в ДТП на дорогах области за сутки. Есть ли способы избежать аварии? Магия цифр вызвала свадебный переполох. Как оренбургские ЗАГСы справляются с наплывом желающих расписаться 7.07.2017? Лето отменяется. На регион надвигается похолодание. На берегу Урала закинули удочки. Кого рискуют поймать рыболовых в Оренбургском районе? Сегодня в Орске состоялся торжественный запуск нового производства. Открылся абразивный завод. Предприятие ориентировано на переработку отходов цветной металлургии. О его мощности и рынках реализации будущей продукции в материале Анастасии Матвеевой. Техногенные отходы, которые копились годами в Орске, теперь пустят в производство. Новый абразивный завод в качестве сырья будет использовать отвалы никелевого комбината. Значение нового предприятия для развития региональной экономики и решения экологических проблем отмечено руководством области. Абразивный завод вошел в число приоритетных инвестиционных проектов региона. С 37-го года или 35-го работает никель-комбинат. И применение этого шлака было только в одном. Ну, отсыпать железнодорожные там, ну, то, свои руки. Где-то во время гололеда грязь. И другого ничего. И если вы бы сейчас вот могли сверху, с вертолета посмотреть, какие пространства заняты шлаком здесь, начиная от северной проходной и кончая там в районе поселка Победы, миллионы тонн, наверное, сотни миллионов тонн шлака лежит. И никаких не было вариантов, никаких. Никто никогда не предлагал и ни разу не предложил никаких вариантов по переработке этих шлаков. Площадь нового предприятия – один гектар. Завод обеспечит рабочими местами 50 человек. Этот проект группы компаний «Уралгрид» стал самым масштабным. В год новый завод будет производить около 240 тысяч тонн абразивных порошков. Эта продукция является востребованной в российской промышленности. Она будет поставляться на предприятия для обработки металлических конструкций от коррозии. «Химический состав материала практически везде одинаковый, но есть некоторая разность в крупности. Вот этот материал, он очень крупный и по сравнению с теми шлаками, которые у нас до этого переработки находились, он, наверное, самый крупный материал, который есть. Поэтому здесь есть ряд других установок, которые измельчают материал, доводя его до нужной фракции». Шлак никелевого производства подвергнут термической обработке и нескольким уровням просева. На предприятии предусмотрены как автомобильные, так и железнодорожные подъездные пути в планах появления собственного тепловоза и депо. Еще одна важная особенность – Орский. Абразивный завод является экологически чистым предприятием. Анастасия Матвеева, Владислав Горбунов. Новости дня. А теперь к теме, вокруг которой в последние дни особенно жаркие споры. В детских садах Оренбурга увольнений не будет. Дошкольные учреждения продолжат работать в прежнем режиме. Сегодня нам это подтвердила по телефону начальник городского управления образования Нина Гордеева. «Губернатор провел очередное совещание по этому вопросу с главой города и дал поручение не проводить сокращение воспитателей. Будем выполнять четко, будем выполнять решения губернатора». Новые подробности по резонансному делу высокопоставленных сотрудников Орского СИЗО. Начальник отдела следственного изолятора признал свою причастность к смерти задержанного. Напомним, к полицейским обратилась мать осужденного и сообщила, что ее сына до смерти забили сотрудники Орского СИЗО, где он отбывал наказание. По официальной на тот момент версии, арчанин скончался от падения на него доски, которая стояла у стены. После проведенных экспертиз и расследования установлена иная картина происшествия. По подозрению в применении насилия в отношении осужденного в июне задержаны руководитель СИЗО и начальник отдела. И, как стало известно из судебного постановления, один из них признался в том, что наносил Ткачуку несколько ударов. Из документа также следует, свидетелями избиения были некоторые заключенные. Второй подозреваемый по делу сейчас находится под стражей и свою вину не признает. Сегодня в Акбулаке прощаются с семейной парой, которая попала в автокатастрофу под Саратовом. Известно, что их детей возьмет под опеку бабушка. Напомню, 4 июля произошло крупное ДТП, которое унесло жизни начальника Акбулакского отдела образования и ее супруга. Известно, что они ехали на море на двух машинах. Погибшие двигались первыми, во втором автомобиле были родные. Трагедия произошла буквально на глазах близких. Путешествие на автомобиле сейчас крайне популярно среди оренбуржцев. Как подготовиться к такой поездке, чтобы она не закончилась трагедией, расскажут наши корреспонденты. Эти кадры шокировали всю область. Автомобиль Шкода превратился в груду металла. Чтобы вызволить из искорежного автомобиля выживших детей, понадобилась помощь спасателей. По приезду установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил столкновение с автомобилем Лим Шкода. После столкновения автомобиль Шкода, в котором находилось пять человек, трое детей и двое взрослых, вылетел в кювет. От полученных травм водители автомобиля Шкода и пассажирка скончались на месте. Трех детей силами санавиации доставили в больницу. Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. Виновником аварии называют водителя ВАЗа-15 модели. Мало того, что он выехал под знак «Уступите дорогу», мужчина в тот момент, по предварительным данным, был пьян. Его пассажир скончался на месте ДТП. За жизнь самого местного жителя теперь борются медики. Начальник Акбулакского отдела образования Наталья Калиночкина с супругом ехали на отдых. Отправиться на море на личном авто сейчас для оренбургцев – это частая практика. А к дальним поездкам на трассе водители готовят и в автошколах. Преподаватель Ольга Гончарова рассказывает, что тему обгона изучают особенно тщательно. Выезжаем на встречную полосу, не приближаясь к грузовику, к транспортному средству, например, который идет попутно. Мы выезжаем на встречную полосу и у нас есть такая возможность, чтобы возвратиться на ранее занимаемую полосу, если мы не успеваем совершить обгон. Это мы своих учеников этому учим. Не уверен, есть такая пословица – не обгоняй. Мы это тоже им говорим. Если тем более вы нарушили знак, то это просто самоубийство. Готовиться к дальней поездке стоит не только водителю. Необходимо проверить еще и сам автомобиль. Алексей объехал на своей машине всю Центральную Россию. Бывал и в Сибири, и в южной части страны. Рассказывает, что обязательно нужно сделать перед путешествием. В дороге даже любая мелочь может вылезти большой проблемой, потому что вы находитесь вне города. И найти какой-то сервис, либо тот же шиномонтаж довольно-таки сложно. Только с начала этого года в Оренбургской области произошло почти 18 тысяч аварий. 900 человек пострадали, больше тысячи получили травмы. Для 80 оренбургцев поездка оказалась последней. Сотрудники ГИБДД еще раз напоминают – безопасность на дорогах может спасти жизнь. Анастасия Матвеева, Владислав Горбунов, Новости дня. Земля пустует, хозяин бездействует. По области более миллиона гектаров земель не используются. При этом участки в собственности, но владельцы их не возделывают. Сегодня в Акбулаке прошло первое выездное совещание мониторинговой группы по ведению таких участков в оборот и передачи их тем лицам, которые действительно готовы работать на земле. Акбулак в качестве площадки для встречи всех заинтересованных сторон выбран не случайно. Именно здесь находится один из самых больших участков земель, который около 12 лет просто зарастает бурьяном. Более 8 тысяч гектаров принадлежит некой фирме «Салтан Роял», которая несколько раз уже меняла юридическое название, только для того, чтобы затянуть процесс изъятия земель. Россельхознадзор после выявления факта неиспользования площадей на протяжении трех лет должен подтверждать это нарушение, чтобы получить возможность передать земельные участки лицам наиболее заинтересованным. И добросовестный владелец Полеева к Булаке оказывается законопослушным налогоплательщиком, который исправно платит налоги в государственную казну. И подобный случай, говорят в мониторинговой группе, далеко не единичен. Земля есть в собственности, она должна работать, она должна приносить доход по всем этим вещам. Но опять же повторюсь, нужна востребованная земля. Та земля, которая не востребованная, ну смысл заниматься и вводить в оборот, во-первых, экономически невыгодно, а во-вторых, здесь надо другие формы использовать, как пастбище, переводить в категорию пастбище, сенокосы. На сегодняшний день из всего объема неиспользуемых земель востребованными являются лишь 70 тысяч гектаров. Это значит, есть фермеры, которые готовы приступить к работам на пустующих землях. Но для того, чтобы эти участки перешли к ним, они должны быть изъяты. А это дело не одного дня. Поэтому инспекторы надеются на добросовестность собственников. Тем более, есть положительные примеры. После выставления предписаний со стороны контролирующего органа, в сельскохозяйственный оборот далось вернуть более 5 тысяч гектаров. Секреты рыболовов и кулинарные тонкости настоящего химн раскрыли сегодня участники областного дня рыбака. Главные праздничные мероприятия прошли под Оренбургом в парк отеля Неженка. Для участников и гостей развернулось театрализованное представление, а также соревнования по ловле, конкурсы и викторины. Но в финале праздника гостей ожидала настоящая уха, сваренная прямо на природе. Каким уловом хвастались рыбаки сегодня, расскажет Наталья Мороз. Ловись рыбка большая и маленькая. Знаменитые выражения сегодня актуальны, как никогда. Правда, рыбаки жалуются, клев плохой, мешает народ, сильное течение и ветер. Впрочем, плюс от ветра все-таки есть. Нет самых главных конкурентов для рыбаков – комаров. Привычная рыбалка рано поутру сегодня перенеслась на послеобеденное время. Судя по всему, это тоже сказывается. Рыба на крючок идет неохотно. Спустя полчаса в ведрах участников лишь по одному трофею. Ну, народу много, шумно, плохой клев, вода мутноватая еще. Так нормально, если бороться, рыба всегда будет. Дмитрий Бугаев в свои 25 лет считает себя рыбаком со стажем. На Оренбургского карася ходит с трех лет. Говорит, страсть к посиделкам с удочкой привил отец. Самый крупный улов уверен – еще впереди. Чем нравится, ну, не знаю, азарт. Азарт. Каждый раз закидываешь и не знаешь, что поймаешь в следующий раз. Пока рыбаки соревнуются между собой, кто поймает больше, гости праздника встречают владыку вод – Нептуна. Он приезжает на праздник на катере в сопровождении сотрудников МЧС. Готов исполнить любое желание. Что скажут, что и сделаем. Квартиры в Москве не думают. День рыбака в этом году собрал немного участников. Сказывается, будничный день. Ведь сам праздник традиционно отмечается во второе воскресенье июля. Тем не менее, сегодня звучат поздравления для сотни любителей рыбной ловли, которые считают этот праздник своим. Сергей Балыкин к заядлым рыбакам себя не относит. Но и посидеть с удочкой в тихом месте не прочь. Хотя из-за напряженного графика сделать это практически не удается. Я думаю, что рыбных запасов в стране хватит всем, но если мы будем нормально, по-доброму к этому относиться. Ну и еще один, наверное, момент о том, что место отдыха, будь то рыбак, будь то охотник, будь то люди, которые уезжают на природу, должны быть аккуратным и чистым. Вот обратите внимание, что профессиональные рыбаки, которые долго работают и будут займут призовые места, аккуратно отнесутся к месту рыбной ловли, где практически все будет убрано. Многие оренбуржцы давно уже стали постоянными участниками праздника. Говорят, такая рыбалка заряжает хорошим настроением. На весь год. Наталья Мороз, Константин Воробьев. Новости дня. А сейчас короткая реклама. И всего через несколько секунд продолжим. И вот о чем расскажем во второй части выпуска. Магия цифр вызвала свадебный переполох. Как оренбургские ЗАГСы справляются с наплывом желающих расписаться 7.07.2017. Лето отменяется. На регион надвигается похолодание. На берегу Урала закинули удочки. Кого рискуют поймать рыболовых в Оренбургском районе? Продолжаем обзор главных событий этой пятницы. В Оренбурге объявлен самый высокий пятый класс пожарной опасности. Причина – жара и сильный ветер, во власти которых регион уже несколько дней. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории области до 13 июля. В региональном управлении МЧС отмечают, в последнее время участились случаи возгорания сухой травы. В связи с этим ведомстве настоятельно рекомендуют населению не разводить огонь на открытые местности. Наряду с этим пожары могут угрожать и населенным пунктам. За последние сутки в регионе произошло 4 возгорания жилых помещений и дворовых построек. Добавим, что оренбуржцы, которые каким-либо образом пострадали от стихии, не остаются один на один с проблемой и могут рассчитывать на определенную помощь. На эти цели Министерства социального развития ежегодно выделяются ассигнования. Это порядка 25 миллионов рублей. Помощь оказывается на заявительской основе. Размер ее определяется комиссионно. Но из практики, из опыта работы предыдущих лет, размер помощи по горельцам составляет в среднем где-то 25-30 тысяч рублей. Если это семья с детьми, размер помощи может быть и выше, до 50 тысяч. Конечно, у нас эта материальная помощь идет на основании определенных документов. Одно из оснований об отказе материальной помощи является у нас наличие в составе семьи трудоспособных, но не работающих граждан. Исключением из этих правил являются случаи, когда семья лишилась имущества из-за пожара. Но эта помощь не связана с приобретением нового жилья или его полным восстановлением. Готово ли общество принять особых людей, в частности аутистов, которые воспринимают окружающий мир несколько иначе? Этой проблемой озадачены сегодня специалисты-дефектологи, работающие с детьми, у которых сложный диагноз. И главные педагоги уверены, когда эти ребята вырастут, для них необходимо создать особую систему занятости. А как сегодня работают с аутистами в Оренбурге, и возможно ли их трудоустроить, узнала Анна Золотухина. Девятилетний Арсений – особый ребенок, аутист. Любит смотреть новости, но еще больше хотел посмотреть, где их готовят. Наш телеканал организовал персональную экскурсию для мальчика по телецентру. Он познакомился с телевизионной кухней, работой монтажеров, режиссеров, ведущих. А вот и главная студия, в которой записываются передачи. Так, мы берем специально микрофон. А затем Арсений осуществил свою давнюю мечту – побывал в роли ведущего. Арсений любит смотреть ток-шоу, новости любит смотреть. Дома играет, то есть он берет планшет, такой для бумаг, и рассказывает нам новости, пытается задавать вопросы, как в студии. Понимая, что ребенок у нее особенной надежды, тем не менее старается сына заинтересовать тем или иным видом занятия. Водила его на музыку, пение. Арсений пойдет уже в третий класс специального ресурсного центра, который как раз занимается с детьми-аутистами. При педагогическом колледже. Но вот чем мальчик будет заниматься после начальной школы – для надежды вопрос открытый. Ну, я бы хотела, чтобы он научился жить самостоятельно, без моего сопровождения. Самостоятельно в магазин пойти, что-то себе купить, доехать куда-то на транспорте. Элементарным жизненным навыком особенных ребятишек обучают не только родители, но и дефектологи в Центре прикосновения. Некоммерческая организация существует уже 15 лет. Долгие годы Наталья Калиман работает с аутистами. Она признается, конечно, это сложные дети. В силу их нарушений мир для них полон перегрузок. Например, звуки для них усилены, не как у обычных людей. Тем не менее, это такие же члены нашего общества. Мы заявляем о том, что мы толерантны. И мы не можем быть толерантны к одним и не толерантны к другим. Здесь либо мы воспитываем культуру вот этой вот общества, да, восприятие человека, ценности вообще самой по себе человеческой жизни. Либо мы говорим о целесообразности. Вообще тогда все инвалиды не целесообразны, да, что у нас есть столько затрат, и все, но это как-то звучит очень. Не так давно в стране ввели новый стандарт – так называемое инклюзивное образование. То есть дети с ограниченными возможностями здоровья могут учиться в одной школе с обычными учениками. Однако мнение, хорошо это или плохо, расходится. Но то, что инвалидам, и в частности аутистам, необходима занятость, в этом специалисты единогласны. Именно поэтому в Центре прикосновения обучают и швейному, и столярному делу. И под руководством наставников даже выполняют заказы. Мы должны дать какое-то ремесло человеку. Должны быть места, где можно отработать это полученное знание. И должно быть место, где он будет работать в сопровождении. Несколько лет поддержку семьям с детьми-аутистами оказывает и Вера Донского, организовав свой Центр. Говорит, пока нет заинтересованности государства и общества в работе с этими особыми людьми. Тогда, как в других странах, существуют специальные службы помощи аутистам. За рубежом это нормальная практика, когда человек с нарушениями работает, и это не вызывает какого-то удивления у остальных людей. Это нормально, это норма. У нас, к сожалению, пока не так, и нам самим надо меняться, потому что мы сами не впускаем в свою жизнь людей с нарушениями. Вера считает, когда мы не будем сторониться особых детей, а будем их видеть в школах, детских садах, мы к ним привыкнем. И тогда будем уметь с ними работать и в коллективе, общаться и дружить. Анна Золотухина, Константин Воробьев. Новости дня. Семейный фотопортрет на память. Для участников Великой Отечественной войны в Оренбурге проводят специальную акцию. Ветеранам и их родственникам предлагают профессиональную фотосессию. А затем портрет в красивой рамке дарят. Организаторы акции уверены, такие фото станут настоящей семейной реликвией. Сегодня нескольким ветеранам фотопортреты вручила председатель горсовета Ольга Березнева. Елена принимает этот фотопортрет как одну из самых дорогих вещей. Ведь на ней ее героическая бабушка с правнуками. Сегодня Евгении Дмитриевне 96 лет. Она уже не выходит из дома. Но для всей семьи она, например, мужества и стойкости. Ведь пережила годы блокадного Ленинграда. Это внимание к людям, которых осталось уже совсем немного. Которые наши гордости, наши памяти, наши корни. Акция «Наследие Оренбурга» стартовала еще в феврале этого года. На благотворительных началах в ней согласились принять участие профессиональные фотографы, багетные мастерские. Акция «Управление по социальной политике» администрации города вызвала живой интерес. Поэтому заявки на фотосессию еще продолжают принимать. Я уверена, что вот такие семейные фотопортреты в будущем станут семейными реликвиями. И вот я надеюсь на то, что они будут храниться точно так же, как хранятся письма с фронта или вот какие-то архивные фото. Свой семейный фотопортрет получила и участница Сталинградской битвы Екатерина Степановна Кукушкина. На снимке ветеран в орденах и медалях. Ведь прошла долгий фронтовой путь до самого Берлина. А потом больше полувека работала врачом. У меня есть стена. Она свободная. На этой стене я повешу портрет. Она противоположная стене. У меня как музей. Один из ветеранов для участия в фотосессии хочет собрать в Оренбурге всех своих родственников из нескольких регионов, чтобы семья на портрете была в полном составе. Анна Золотухина, Константин Воробьев. Новости дня. Завтра в России отмечают праздник Петра и Февронии. Всероссийский день семьи, любви и верности. В календаре торжественных дат он появился сравнительно недавно, в 2008 году. С тех пор ежегодно, 8 июля, сотни желающих связать себя узами брака бронируют этот день за несколько месяцев. О свадебном переполохе в этом году в репортаже Анны Даниловой. Сегодня, 7 июля 2017 года, ваш брат торжественно зарегистрировал. Чтобы услышать эту фразу, десятки пар Оренбурга специально караулили время, когда откроется бронь. 7, 07, 17, сразу три семерки, как залог счастья и благополучия будущей семейной жизни. Особо суеверные предпочли эту дату даже празднику семьи, любви и верности. Сегодня в ЗАГСах областного центра регистрируют 57 браков, завтра 48. Даты замечательные. Одна дата вычислена цифрологами, другая дата является государственным праздником. Поэтому, да, они были востребованы. Но в целом сказать, что сегодня и завтра будет рекордное количество браков, я не могу. Потому что были времена, когда мы регистрировали и по 90 браков в день, и приходилось прибегать к услугам Краевического музея, Музея изобразительного искусства. При этом количество новобрачных, по данным ЗАГСа, не сократилось, но распределилось равномерно в течение года. Свадебному переполоху по случаю счастливой даты поддалась и наша коллега, редактор тематических программ Алина Эльбукаева. На самом деле мы искали не эту дату, мы хотели играть в свадьбу в день семьи, любви и верности. Но просто так совпало, что тут вроде как суббота, день семьи, любви и верности, а пятница – это вот такая красивая дата. Тем более у нас уже не хвай, а семерка – счастливое число. Мы ждали два часа, потому что по московскому времени. И получается в два часа ты сидишь, ждешь бронь. И за буквально, мне кажется, 15 минут, то есть, получается, 2.15, уже были все в буроне, но вот эту дату уже было все забыто. Является ли ваше решение создать семью искренним, обоюдным и свободным? Ваша причина? Да. Ваша первая дата? Да. В счастливые даты можно верить, можно не верить. Главным и решающим в будущей семье все-таки станет то, насколько молодожены верят в свои чувства и в свой выбор. Анна Данилова, Игорь Бероев, Новости дня. К поздравлениям нашей коллеги присоединяется и весь коллектив телекомпании ТВЦ «Планета». И телезрители, которые только что разделили эмоции этого важного в вашей жизни дня. Для тех, кто также создал свой семейный союз, или пока только в поисках второй половинки, ближайшие выходные – насыщенная праздничная программа. День семьи и любви и верности для оренбуржцев обещает стать запоминающимся. Насыщенная программа запланирована в парке Тополя. На сцене лучшие творческие коллективы. Для зрителей – конкурсы и исторический экскурс в легенду о влюбленных. Самых активных участников ждут подарки и сюрпризы. Ну а тех, чей семейный союз уже пополнился малышом, в четыре часа дня ждут в степном поселке Оренбурга. Там состоится парад колясок. Участникам предлагают создать самый оригинальный экипаж. Фантазию мамы пап никто не ограничивает. Коляска может предстать в виде военного танка, диковинного замка или цветочной клумбы. Там же в два часа дня в воскресенье 9 июля ждут родителей самых спортивных малышей. Шустрые мальчишки и девчонки от шести месяцев и до двух лет, которые еще не умеют ходить, смогут проявить себя на беговой дорожке. Иные участники будут состязаться за звание лучшего в трех возрастных категориях – ползунки, бегунки и ходунки. В этот же день в 11 часов дня в храме Святой Троицы при больнице Пирогова состоится ежегодный праздник милосердия, приуроченный ко дню семьи любви и верности. В программе музыкальный концерт, творческие мастер-классы, игры для детей, чаепитие и многое другое. Еще одно масштабное культурное событие в ближайшие выходные ожидает оренбуржцев. 30-й областной фестиваль искусств «Русское поле» подводит свои итоги. Маршрут праздника профессионального народного искусства пролегал по восьми районам, лидерам производственной и социально-экономической деятельности. А уже завтра в Саракташском и Октябрьском районах пройдут концерты Оренбургского государственного академического русского народного хора. Начало, соответственно, в 7 и 8 часов вечера. А пока к другим темам. В Оренбургском районе продолжают активно строить и сдавать в эксплуатацию детские площадки. Сотни счастливых ребят проводят время энергично и на свежем воздухе. Это стало возможным благодаря помощи оренбургских газовиков. Подробнее о городке, хозяевами которого стали дети, расскажет Валерия Жукова. Мне нравятся качели, которые построили. Мне нравится с горы кататься, бегать. Ему очень нравится. С утра встают, бабуль, поехали быстрее на площадку. Эмоциями со съемочной группой охотно делятся как дети, так и родители. Эта игровая площадка в селе Дедуровка построена на средства общества «Газпром добычи Оренбург» в рамках программы «Газпром детям». Все делается для того, чтобы дети развивались и физически, и морально, и духовно. Поэтому взаимодействуем с муниципальными образованиями Оренбургского района, Перволодского района. Идем, строим вместе, совместно. Газовиков с Дедуровкой связывает многолетняя дружба. Вместе они проводят кросс-нации, лыжню России, строят храм, участвуют во многих социально значимых акциях, продолжая пополнять список добрых дел. Нам интересны, конечно, Дедуровки в селах, где проживают в том числе и наши работники. Улучшались условия жизни, в том числе условия комфортного проживания и для детей. И вот эта детская площадка очередная, конечно, наш вклад перед жителями Оренбургского района. За последние шесть с половиной лет предприятие оказало Дедуровскому сельсовету финансовую поддержку в размере около девяти миллионов рублей. Самое главное для нас – безопасность детей. И здесь сегодня огромное спасибо, конечно, «Газпрому», лично нашему депутату, Владимиру Александровичу Кияеву, потому что всего в этом году мы восемь таких площадок получим. Уже четыре открыты, четыре в самое ближайшее время будут построены, сданы в эксплуатацию. Островки детства уже обживают ребята в Чистом, Нижней Павловке и Причистенке. И этот городок отныне наполнен детскими голосами и смехом. Первая площадка, ждали ее долго. Получилось все великолепно, нам очень нравится. Мы вот каждый день ходим, катаемся. Я прихожу сюда с мамой, чтобы покататься, поиграть здесь, насладиться этим видом. К слову, за 10 лет действия программы «Газпром детям» в Оренбургской области было открыто около 90 игровых и спортивных площадок. Таким подарком рады и дети, и взрослые. Валерия Жукова, Константин Воробьев. Новости дня. И в заключении выпуска о погоде. Северный ветер принесет прохладу оренбуржцам. Понижение температур синоптики отмечают на территории всего региона. Так что купальные принадлежности в эти выходные можно отложить подальше. На фоне роста атмосферного давления прекратятся осадки, которые к концу недели синоптики обещали в различных районах Оренбуржья. Виной всему южный циклон. Он пришел в регион в середине недели. Ветер сменил свое направление на северное, за счет чего и будет отмечаться похолодание. Ночные температуры 12-17, это 7 числа, а днем 22-27. 8 числа уже 11-16 и местами до 6, днем 20-25. И 9 числа 9-14 ночью и 16-21 днем. Постепенно температурный фон будет выравниваться. Но произойдет это не раньше конца следующих 7 дней. Особенностью этого лета синоптики уже назвали обилие циклонов. Какие сюрпризы они принесут, еще спрогнозировать тяжело. К этому часу это все новости. Следить за событиями в городе-области вы также можете на нашем сайте media56.ru и в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова